Всем привет! На календаре 20 апреля и вот что интересно. Считается, что в этот день самое время заняться поиском смысла жизни. Ну, тема очень философская и глубокая. Боюсь, даже целой передачи «Новый день» не хватило бы для того, чтобы разобраться, а в чем же смысл жизни и чему посвятить свои года. По традиции изучения архивных газет я увидела статью от 20 апреля 1989 года про Николая Мельникова. Так вышло, что эта статья натолкнула на движение теория о том, что жизнь нужно посвятить науке. Николай увлекался научно-технической литературой, в свободное время проводил библиотеки. И вот год назад, когда он учился на последнем курсе, родилась идея, которая официально признана изобретением. Через какое-то время Николаю пришел конверт, а в нем авторское свидетельство на изобретение глобального способа ликвидации недостатка озона в атмосфере. Причем, когда оно пришло, сам Николай служил в армии. Какой разносторонний человек! И тут, и там успевает. А вот следующий мужчина, о котором статья от 1975 года, с головой погрузился в одно дело. Анатолий Селиванов на своих уроках физкультуры демонстрирует киноленты о тренировках больших спортсменов. Большинство кадров дается в замедленном темпе, что дает возможность детально разобрать физкультурные упражнения спортсменов. В перспективе будут отсняты фрагменты тренировки учеников школы номер 36 с последующим разбором ошибок и тонкостей. Я сама училась в школе номер 36, и никто, к сожалению, нам фильмы не показывал. Конечно, столько лет прошло, все уже давно изменилось. Ну ладно, вернемся к вопросу смысла жизни. Кто-то посвящает себя открытиям и науке, кто-то работе, а кто-то, конечно, отдает предпочтение созданию семьи. Огромная радость пришла в семью Карнауховых. У них родился шестой ребенок, сын Илья. Вера и Георгий, родители новорожденного, 17 лет, живут в браке. Отдел ЗАГСа устроил праздник для родителей многодетной семьи и вручил памятную медаль родившемуся в Ангарске. Вывод таков. Жизнь у всех разная, и каждый сам вкладывает в нее свой смысл. Нет правил и шаблонов. Живите так, как посчитаете нужным. Главное, чтобы вы оставили след в истории или в чьих-то сердцах. Пожалуй, такими красивыми словами и закончу рубрику «Ноединек». Всем хороших выходных. Увидимся в понедельник. Пока-пока.